У нас смена гостя. И сегодня этим утром к нам пришел Виталий Кузнецов. Местная знаменитость. Местная знаменитость. Да, ему всего 27 лет, а за ним уже гоняются главные каналы региона и что там страны. Почему Виталий так знаменит? Я сейчас объясню. После школы Виталий поступил в институт, тоже вроде все обычно. Не закончил его, ну бывает, поработал. Тоже не частный случай. Но год назад наш визави решил все бросить и уехать путешествовать. Совершенно без денег, автостопом и просто, да, можно сказать, отдав себя на волю добрых людей. Это так? Да, 11 месяцев назад, 1 июля, вышел из Оренбурга. Ну, не совсем без денег. У меня была 1000 рублей в кармане, на всякий случай, как бы на первое время. Ну, это очень серьезный шум. Да, да. Которую я потратил в течение двух дней. Ну, и дальше уже началось такое выживание. А ты знал, что ты потратишь ее сразу? Или планировал, что она вот все-таки НЗ будет? Я, да, думал, что это будет НЗ. И в какой-то момент, ну, так, наверное, и получилось. У меня еще не было опыта искать еду, искать жилье. Вот, давай искать еду. Я попрошу режиссеру показать видео. Именно про еду. Еду приготовления придорожные. БПшечки запарены. Хлеб нарезан. Колбаса, майонез. Короче, все как надо. Я вчера раз в 10 посмотрела, Виталий, честно, это видео. И про колбасу, и про БПшечки. Именно так ты в основном питался, когда ездил? А откуда вот это все, если денег-то нет? А там же водитель. Водитель все купил, да. Да. Угостил? Ну, я остался с ним. Мы в течение двух дней стояли в том месте. У него сломался автомобиль, и он ездил с запчастями, я помогал ремонтировать. Отработал, в общем, колбаску. Вот давай прям, чтобы было понятно. Ты куда-то нацелился идти? Давайте посмотрим фотографии. Вот фотографии просто завораживают. Это маршруте несколько слов. Да. Смотри, это фотографии из разных мест. А ты пока расскажи вот фотографии, открытки, которые прислал. Мама, я жив, люблю, чтобы тебя не потеряли, да? Да. Ну, изначально цель была какая? Добраться до Индии. Почему именно Индии? Не знаю, сразу скажу. Возможно, я перед этим читал блог человека, который добрался автостопом туда, но у него был чуть другой маршрут. Я не смог повторить его, так как изменились некоторые условия попадания в некоторые страны. Но все же основную часть я проехал успешно и еще не добрался до Индии, потому что я уже настолько наполнился эмоциями, то, что хочется поделиться. И соскучился по близким, по родным, по друзьям, соскучился. А какие страны? Страны. Проехал. Первая страна это Китай, потом Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Хорошо. А как ты автостопом-то отсюда добирался? А в чем проблема, не понимаю. Нет, через Китай в Индию. Ну, я планировал Таиланд, Малайзия, Индонезия, повторюсь. А старт-то был откуда? Из Оренбурга. Оренбург, Владивосток, сперва два месяца я ехал. А, вот оно как. Два месяца? То есть ты через Владивосток добирался еще? Да, там с Сусурийска в Китай, в Суэйфэньхэ заехал. А это был план такой или просто по ошибке сначала Владивосток? Это план был такой. То есть этот человек, который тебя вдохновил, ехал именно так примерно? Нет, он ехал совсем не так. Он ехал через Казахстан, заезжал где-то в районе Оренбурга в Казахстан. И потом через Тибет. Он попал в Китай через Тибет, а сейчас проблематично попасть туда, потому что очень дорогое разрешение. Но все-таки вот очень просто сидеть в студии и говорить, что ты почти год где-то ходил. Я просто вот как женщина не могу представить. Для меня важно, где спать, как спать, где ты спал. Что ты ел, мне уже понятно, где ты спал. Неужели это каждая ночь где-то там под чистым небом, в машине или... Да, да. Я не задумывался, где я буду спать сегодня, потому что я не знал, где я окажусь сегодня вечером. И в России, ну в России я очень много ночевал в квартирах. То есть есть специальное приложение для поиска жилья для путешественников. Вот я как раз таки оставался у таких людей. Это тоже бесплатно? Да, бесплатно. А вот зачем эти люди пускают к себе путешественников бесплатно? Потому что в основном это тоже бывшие путешественники, им уже скучно сидеть дома, им хочется общения вот этого, хочется новых историй. То есть вы на одной волне? Да, да, да. Виталий, вот на мой взгляд, все путешественники делятся по большому счету на два типа. Одни люди, у них все вроде бы хорошо, нормально дома. Они хотят поменять, ну так скажем, окружающую картинку на какое-то время. Сменить декорации. Да, с миг декорацией. Выезжают куда-то там отдохнуть в отпуск, путешествуют, потом скучают по дому и возвращаются домой с удовольствием. У других людей что-то дома, наверное, не так. Не обязательно там какие-то, ну может быть, конфликты или бедность, но что-то их вот явно не устраивает в этой жизни. Они выезжают в путешествие, там им становится вроде бы как хорошо, а потом они говорят, ой, как не хочется возвращаться домой. Вот ты к какому типу относишься? Я отношусь к типу то, что... К третьему, наверное. Да, к третьему типу, чуть другая история. Мне кажется, что Виталий из числа вот, ну, типа драмаманов. Это люди, которые тяготеют к постоянной перемене места. Они не могут сидеть на месте, им скучно, да. То есть вот ты путешественник по сути от скуки? По сути от скуки, по сути то, что есть ютуб-каналы, хотелось его развить, нужен был контент. Это интересный контент, как мне кажется. Вот. Ну что-то гонит, то есть. Что-то мешает. Вот ты же поступил в институт, почему ты его не закончил? Не увидел смысл? Неинтересно. Вот все неинтересно. Работа. Ты мне вчера написал, работал много где. Куча очень интересного. Ну, поработал, посмотрел, узнал. Например, работал проводником в поезде на дальние расстояния. Ну, уже какое-то, да, путешествие у меня начиналось. Это еще в институте, когда я учился. Работал и на стройке, и барменом, и официантом. Последнее место работы – это продвижение в интернете, коммерческих каких-то. В общем, у нас все руки. А планы на будущее каковы? Планы на будущее. Путешествовать дальше у меня осталось сколько там, 189 стран, еще нужно объехать. И все автостопом? Ну, как получится. А через море-то как автостопом? Андрей Иванович, мы не отпустим нашего собеседника. Продолжим разговор на радио, потому что режиссер говорит, время закончено. 31 44 17, друзья, телефон нашего прямого эфира на радиостанции «Маяк». Звоните, Виталий, в вашем распоряжении. Оставайтесь с нами. Да, меня просто разрывает от вопросов, если честно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...